Хвала Аллаху, мир и благословения посланнику Аллаха, членам его семьи и всем его сподвижникам. Прежде чем начать разговор о десяти последних ночах месяца Рамадан, необходимо сделать небольшую остановку, чтобы задуматься, вспомнить и поразмышлять. Ведь мы видим, что мы уже миновали через девятнадцать дней месяца Рамадан. Эти дни уже истекли, а их часы окончились. И для нас в окончании этого месяца и в том, что его большая часть уже прошла, для нас в этом есть назидание. Ведь периоды блага и достоинства проходят быстро. А также, как мы знаем, жизнь тоже проходит быстро. Так же, как быстро прошли дни и ночи этого месяца, точно так же быстро пройдут дни и ночи нашей жизни. Счастливый это тот, кто сделал свои ночи день саженцем, поминая своего Господа и поклоняясь ему святу на велик. Если мусульманин застал благодатные сезоны, подобные этим, то лучше для него, чтобы он воспользовался ими, поспешая в этом и опережая других. Ведь Рамадан – это благословенный месяц. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, тому, кто будет выстаивать в молитве месяц Рамадан с верой и надеждой, простятся его прежние грехи. Также он, алейхиссалату ассалям, сказал, тому, кто будет поститься месяц Рамадан с верой и надеждой, простятся его прежние грехи. Это указывает на великое достоинство того, кто застал совершение молитвы Рамадана, и также того, кому были облегчены молитвы и пост в этот месяц. То есть Аллах простит все твои прегрешения, если ты будешь выстаивать молитвы и поститься в месяц Рамадан с верой и надеждой. Нет сомнения, что человека постигают определенные упущения и недостатки, так как дел очень много, а также есть дети, жены и так далее, что отвлекает и занимает человека, и он отвлекается. Однако обязательно для мусульманина выделить для себя определенное время, в течение которого он будет приближаться к Аллаху Святому Великому. Если ты допустил упущение в начале и в середине месяца, то ведь ты приблизился к самому лучшему времени того месяца. Ведь 10 последних ночей месяца Рамадан – это самые наилучшие ночи, которые может провести мусульманин. Это потому, что среди этих ночей есть ночь, которая лучше, чем тысячи месяцев. Как говорится, окончательный итог оценивается по завершению, поэтому тот, кто допустил упущение в начале месяца, он может закончить его полноценно. Так пусть же не обманет тебя неполноценное начало, однако ты должен позаботиться о полноценном завершении. То есть тебе не должно навредить то, что ты допустил упущение в начале этого месяца, ведь ты можешь покаяться, попросить прощения и вернуться к Аллаху Святому Великому, а затем направиться к полноценному окончанию этого месяца, чтобы исправить и достичь то, что ты упустил. Поэтому наш пророк, алейхиссалату вассалям, особо выделял свое поклонение в последние десять ночей месяца Рамадан, чего он не делал в другие дни Рамадана. Поэтому пришло в двух сахихах со слов Аиши, да будет доволен ею Всевышний Аллах, сказавшей, в последние десять ночей Рамадана пророк, алейхиссалату вассалям, проявлял большее усердие в поклонении, чем в другие дни и ночи. Также она, да будет доволен ею Всевышний Аллах, говорила, Когда наступали последние десять ночей Рамадана, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, потуже затягивал свой изар, проводил всю ночь бодрствуя, занимаясь поклонением и будил свою семью. На что это указывает? Все это указывает на его усердие и старание в поклонении в эти дни. Также он, саллиллаху алейхи вассалям, совершал ятикав десять дней в середине Рамадана, ища ночь предопределения. А когда ему сообщили, что ночь предопределения находится среди десяти последних ночей месяца Рамадан, он стал совершать ятикав в эти дни, пока его не забрал Аллах, Свят Он и Велик. То есть он начал совершать ятикав десять дней в середине Рамадана, чтобы застать ночь предопределения. А когда к нему пришло откровение, и Жибрильмир ему сообщил, что ночь предопределения находится среди последних десяти ночей Рамадана, он начал совершать ятикав в десять последних ночей Рамадана. И он продолжал делать так, пока не умер. Это указывает на то, что он очень сильно заботился о том, чтобы застать эту благословенную ночь. Итак, мы должны проявлять усердие в поклонении в последние 10 ночей Рамадана, побольше поминая Аллаха, читая Коран и совершая молитву. В эти дни и ночи раб должен оживлять свою ночь совершением молитвы. А это значит, что большую часть своей ночи он должен проводить в повиновении и поклонении. Самое лучшее поклонение, которое может быть осуществлено в последние 10 ночей месяца Рамадан, это когда раб поклоняется Аллаху Святому Велик через совершение молитвы. Поэтому человек должен оживлять свою ночь совершением молитвы, насколько это возможно. Это не означает, что он не должен есть и пить, но это значит, что большую часть своей ночи он должен провести в подчинении Аллаху Святому Великому за чтением Корана и в молитве. Если человека не затрудняет совершение молитвы, то самое лучшее для него, если он будет молиться всю ночь. А если это затруднительно для него, то пусть сделает между своими молитвами отдых, во время которого он будет читать Коран и поминать Всевышнего Аллаха. Таким образом, он будет чередовать различные виды поклонения. Такие, как поминание Аллаха, чтение Корана и совершение молитвы. Однако, если говорить о самом предпочтительном, то мы скажем, что самое наилучшее, что может совершать раб в эти ночи, это если он оживляет их совершением молитвы. Доказательство на это слова Пророка, алейсаляту ассалям. Тому, кто будет выстаивать в молитве ночь предопределения с верой и надеждой, простятся его прежние грехи. Ночь предопределения – это самая лучшая из всех ночей года. Поэтому обладатели знания посчитали, что последние 10 ночей месяца Рамадан лучше, чем ночи первых 10 дней месяца Зульхиджа, только по причине того, что среди них есть ночь предопределения. Поэтому ночь предопределения лучше, чем любая ночь, с которой ее могли бы сравнить. Более того, она лучше тысячи месяцев, как об этом сказал наш Господь Свят Он и Велик. Итак, какими были действия Пророка, алейсаляту ассаляму, в эти ночи? Его действием было то, что он сворачивал свою постель, то есть он мало спал в эти ночи. Пророк, алейсаляту ассалям, не провел ни одну из ночей полностью в молитве, но в последние 10 ночей месяца Рамадан большинство его, алейсаляту ассалям, ночи занимала молитва. У имама Ахмада пришло со слабым иснадом со слов Аиши, да буди доволен ею Аллах, которая сказала. Первые 20 ночей Рамадана Пророк, алейсаляту ассалям, совершал молитву, а также спал. А когда наступали последние 10 ночей, он не спал во времени их. Несмотря на то, что иснад этого хадиса слабый, другой хадис, пришедший в двух сахихах со слов Аиши, в котором говорится, что Пророк, алейсаляту ассалям, полностью оживлял свои ночи, указывает на то, что Пророк, алейсаляту ассалям, оживлял эти ночи молитвой. Поэтому сподвижники, да буди доволенными Всевышний Аллах, не покидали мечети во время этих ночей. Потому что, когда они увидели Пророка, алейсаляту ассалям, который совершал молитву на настилке, будучи в Иатикафе, сподвижники, да буди доволенными всеми Всевышний Аллах, встали позади Него, чтобы помолиться вместе с Ним. Они помолились с Ним 21-ю ночь Рамадана, затем ночь, следующую за ней, а затем следующую за ней, что привело к тому, что мечеть стала переполняться людьми. Пророк, алейсаляту ассалям, удлинял эти молитвы, которые совершал вместе с ними, что Абузар даже сказал, мы даже боялись, что пропустим сухур. То есть он, алейсаляту ассалям, удлинял стояние в молитве в последние 10 ночей месяца Рамадан. Поэтому сподвижники, да буди доволенными Всевышний Аллах, выстаивали молитву во время Рамадана, читая длинные суры из сотен аятов, что даже говорил Абдурахман ибн Хурмуз аль-Арадж, что они опирались на трости по причине долгого стояния. Некоторые из сподвижников говорили, что когда имам читал суру Аль-Бакара в 12 ракаатах, мы говорили, что он облегчил, потому что обычно имам читал суру Аль-Бакара полностью в 8 ракаатах. Это указывает на их великое усердие в подчинении Аллаху Святу на Велик в эти последние благословенные 10 ночей месяца Рамадан. По этой причине я делаю наставления, прежде всего самому себе, а затем моим братьям-мусульманам, чтобы они использовали эти последние 10 ночей месяца Рамадан для совершения праведных дел. И самое великое из праведных дел, которые узаконены в эти ночи, это, во-первых, иотекав. Если ты имеешь возможность совершить иотекав, то это самое лучшее дело, являющееся сунной, которое настоятельно рекомендуется к совершению, и которое совершал сам пророк, алейсалату ассалям. Так как пророк, алейсалату ассалям, не оставлял совершения этикафа в Рамадан, кроме одного года, когда он увидел, что его, саллиллаху алейхи ва салям, женщины заполнили мечеть, тогда он сложил свою палатку и восполнил этот свой этикаф в месяц Шавваль. Кроме этого случая, на протяжении всей своей жизни он совершал этикаф в последние 10 дней месяца Рамадан. Поэтому к сунне, настоятельно рекомендуемой к осуществлению, относятся, чтобы ты совершал этикаф в последние 10 дней месяца Рамадан, если у тебя есть на это возможность. А что касается ситуации, подобной и той, которая сложилась на данный момент, когда во многих мусульманских странах запрещено выходить на улицу и посещать мечети, когда мечети закрылись по причине этой эпидемии, в этом случае мы говорим всем мусульманам, вы должны оставаться в своих домах, поминая Аллах, Свят Он и Велик, и читая Коран. А тот, у кого есть намерение на совершение этикафа, Аллах знает об этом его намерении, и он запишет ему награду, подобную награде за совершение этикафа. Если же человек хочет осуществить этикаф у себя дома, то дома людей не являются местом совершения этикафа, однако этому человеку записывается награда совершения этикафа за его намерение. Итак, первое это, чтобы человек совершал этикаф в эти последние 10 дней месяца Рамадан. Также из дел, которые узаконены в последние 10 дней месяца Рамадан, это частое чтение Корана. Если человек до этого прочитывал весь Коран за 3 дня, то в последние 10 дней месяца Рамадан он должен прочитывать его за 2 дня или даже за день, как это делали некоторые салифы, которые прочитывали весь Коран в начале Рамадана за 7 дней. А когда наступали последние 10 дней Рамадана, они прочитывали его за 3 дня. Также из них были те, кто прочитывал весь Коран за 2 дня, а когда наступали последние 10 дней, они прочитывали его за 1 день. Из числа салифов были такие, кто за весь Рамадан прочитывали весь Коран 60 раз. То, что для нас важно тут, когда наступят последние 10 дней Рамадана, ты должен проявлять усердие в поклонении. Если ты прочитывал весь Коран за три дня, то прочитывай его за одну ночь. Если ты прочитывал его за семь дней, то прочитывай его за три дня. Проявляй в этом усердие, и пусть Всевышний Аллах увидит в тебе благо. Итак, человек должен побольше читать Коран, а также размышлять над ним. Также из праведных дел, совершаемых в эти последние 10 дней, это частое поминание Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы язык человека увлажнялся от поминания Аллаха, в каком бы положении он ни находился, стоит он, сидит или направляется куда-то. Пусть его язык не высыхает по причине поминания им Аллаха, Свят Он и Велик, так как этот период является великим, когда многократно приумножается награда и благие дела. Также из тех дел, о которых должен заботиться мусульманин во время подобных периодов, во время подобных благословенных дней и ночей, это милостыня, а также все разновидности праведных дел. Прими участие в каждом праведном деле и позаботься о том, чтобы эти дела совершались в каждую из этих последних 10 ночей Рамадана. Так как среди этих 10 ночей есть ночь, которая лучше, чем тысячи месяцев, а это ночь предопределения. Поэтому любое дело, которое ты будешь совершать в этот день или ночь, запишется тебе, как будто ты совершал его на протяжении 80 лет. И это по более правильному мнению обладателей знания. Это потому, что ночь предопределения лучше, чем тысячи месяцев, а тысяча месяцев равняется 83-м годам. Поэтому если ты выстаивал в молитве эту ночь, то как будто ты выстаивал в молитве 83 года, если Аллах Свят Он и Велик окажет тебе содействие в этом. И если ты поминал Всевышнего Аллаха и поклонялся Ему, то твое поклонение в эту ночь лучше, чем поклонение в течение 83-х лет. И это милость Аллаха Свят Он и Велик, которую Он дарует тому, кому пожелает. Поэтому очень сильно позаботься о том, чтобы заполнить последние 10 ночей месяца Рамадан подчинением Аллаху Свят Он и Велик. Ведь самый великий урон – это если ты будешь проводить эти ночи, погружая свой слух и зрение в то, что запретил Аллах. Или займешься забавами и развлечениями, переключая телеканалы и смотря фильмы и сериалы. Или займешь себя дозволенными забавами и развлечениями. Это время – время усердия, стараний, соревнований и опережения других в повиновение Всевышнему Аллаху. Ведь ты застал великий период времени, которого лишились другие люди. Сколько мусульман просили у Аллаха Свят Он и Велик, чтобы Он позволил им дожить до подобного периода времени. Однако смерть разлучила его с ними, потому что Аллах забрал их души, прежде чем они застали этот период. И вот ты приблизился к тому, чтобы застать этот благословенный период времени. Поэтому воспользуйся им и совершай в течение него то, чем доволен Всевышний Аллах. Итак, это были те дела, совершение которых узаконено во время этих ночей. Ночь предопределения – это самая лучшая из ночей абсолютно. И нет ни одной ночи, которая была бы лучше нее. Это ночь предопределения. Было сказано, что она была названа ночью предопределения, потому что в эту ночь предопределяются судьбы. А также потому, что в ночь предопределения определяются все мудрые дела. В ночь предопределения предопределяются судьбы на год. Каждый год в ночь предопределения Аллах, Свят Он и Велик, предопределяет то, что произойдет в этот год. То есть в эту ночь предопределяется то, что произойдет в этот год. Каждый год в эту ночь записывается то, что произойдет во время него, поэтому она и была названа ночью предопределения. Также было сказано, что лейля туль-кадр была названа так по причине своей великой степени и своего великого почета у Всевышнего Аллаха, что на самом деле так и есть, потому что Аллах возвысил ее степень и положение. Наш Господь не спослал относительно нее целую суру, сказав, «Воистину мы не спослали его, Коран, в ночь предопределения». Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Итак, эта великая ночь лучше у Аллаха, чем тысячи месяцев. Также было сказано, что лейля туль-кадр была названа так, потому что во время нее земля становится тесной, так как слово «алькадр» понимается тут, как «становиться тесным». То есть земля становится тесной из-за многочисленности ангелов, которые спускаются на нее в эту ночь. В ночь предопределения ангелы спускаются на землю, пока не заполнят ее. Поэтому шайтаны разбегаются в эту ночь, потому что они не могут оставаться на своих местах при виде того, как нисходят ангелы. Джибрииль мир ему спускается на землю, и с ним спускаются на нее все ангелы, заполняя собой землю и становясь свидетелями молитвы молящихся, стояния выстаивающих и поминания Аллаха поминающими. А затем они свидетельствуют об этом у Аллаха Святой и Велик. Как об этом сказал Всевышний Аллах, ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух, Джибрииль, нисходят с дозволениях Господа, по всем его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари. В эту ночь ангелы нисходят на землю, заполняя ее собой. Поэтому она была названа ночью Аль-Кадр, потому что земля становится тесной из-за многочисленности на ней ангелов. Это один из смыслов слова Аль-Кадр, то есть один из его смыслов ограничения, стесненность. Итак, эта ночь была названа так из-за своей великой степени, а также из-за нисхождения ангелов и из-за того, что во время нее предопределяются судьбы. Когда именно бывает эта ночь? Относительно этого разногласят ученые. Среди них есть те, кто считает, что она бывает в одно и то же время, не перемещается и не изменяется. Большое количество сподвижников склонились к тому, что она бывает ночью 27-го Рамадана. Об этом поклялся Убай ибн Кааб, а также об этом сказал Муауи, а также ибн Аббас и Умар. От большого количества сподвижников сообщается, что она бывает ночью 27-го Рамадана. Более того, Убай ибн Кааб, да будь доволен им Всевышний Аллах, поклялся об этом. Эти слова Убайя приводятся в сахихе Муслима, а также это пришло от Муауи, да будь доволен им Всевышний Аллах. Некоторые обладатели знания склонились к тому, что эта ночь перемещается, поэтому она может быть в ночь 27-го Рамадана или в ночь 21-го или же в одну из других ночей. От пророка, алейсаляту ассалям, достоверно сообщается, что во время его жизни ночь предопределения совпала с 21-й ночью Рамадана. Также пришло, что она совпала с 23-й ночью, а также с 27-й. Все это пришло от пророка, алейсаляту ассалям. В хадисе, который приводится в сахихе Аль-Бухари и Муслима, со слов Абу Саида аль-Худри сообщается, что пророк, алейсаляту ассалям, сказал, «Мне была показана ночь предопределения, и я видел, как я совершаю земной поклон в воду и земляную жижу». Абу Саид сказал, «И я видел пророка, алейсаляту ассалям, как он совершал утреннюю молитву, и на кончике его носа были следы земляной жижи». Это значит, что в эту ночь шел дождь. Также было сказано, что это была 21-я ночь Рамадана. А также было сказано, что это 23-я ночь. И вероятнее всего, и более достоверно, что это была 21-я ночь Рамадана. Также в хадисе Абдуллаха ибн Унейса от его отца сообщается, что пророк, алейсаляту ассалям, приказал ему, чтобы он не выходил в 23-ю ночь, и сообщил ему, что именно она является ночью предопределения. После чего Ибн Унейс, да будет доволен им Всевышний Аллах, давал фетву об этом. Муавия, да будет доволен им Всевышний Аллах, также было сказано, что ночь предопределения – это 24-я ночь Рамадана, о чем сказал Анас, да будет доволен им Аллах. То, что для нас важно тут, это то, что сподвижники разногласили относительно времени этой ночи. Но более правильное мнение относительно этой ночи заключается в том, что она перемещается. Поэтому пришло в достоверных хадисах, в хадисе Абу Зарра, Аиши, Анаса, Ибн Умара и во многих хадисах, в которых пророк, алейсаляту ассалям, говорит – «Ищите ночь предопределения в последние 10 ночей месяца Рамадан». То есть он, алейсаляту ассалям, приказал нам, чтобы мы искали ее в последние 10 ночей месяца Рамадан. Это означает, что мы должны проявлять усердие в каждую из этих 10 ночей. Поэтому является упущением и лишением, когда человек проявляет усердие только в одну ночь, а затем проявляет небрежность в остальные ночи. По этой причине наш Господь, Свят Он и Велик, скрыл от нас точную дату этой ночи, чтобы его рабы проявляли усердие и совершали дела, стремясь к тому, чтобы застать эту благословенную ночь в поклонении. В Сахихе сообщается, что когда пророк, алейсаляту ассалям, вышел к сподвижникам для того, чтобы сообщить им о ночи предопределения, некоторые из них начали спорить между собой. И тогда он, саллиллаху алейхи ва салям, сказал – «Воистину я вышел к вам, чтобы сообщить вам о ночи предопределения. Но такой-то и такой-то начали спорить, и потому информация о ней была забрана у меня. Возможно, это лучше для вас». Так оно и есть. Потому что если бы мы знали, что ночь предопределения – это какая-то определенная ночь, люди проявляли бы усердие в поклонении только в эту ночь, а затем в другие ночи допускали бы упущение. Поэтому мы можем видеть, что большая часть мусульман, а особенно в наше время, однозначно заявляет, что ночь предопределения – это 27-я ночь Рамадана. Ты можешь видеть их, как они проявляют великое усердие в поклонении в 27-ю ночь Рамадана, заполняя собой мечети и оживляя эту ночь совершением молитвы. Затем, после того, как эта ночь проходит, ты видишь людей, предающимися забавам и развлечениям. И среди них даже есть такие, кто полностью оставляет совершение обязательной молитвы, а также они находятся в таком состоянии до наступления этой ночи. Однако, если один из нас будет знать, что эта ночь перемещается, и что она может быть в 21-ю ночь Рамадана, или в 29-ю, или в 30-ю, или в 25-ю, тогда он будет проявлять усердие в поклонении в течение всех этих ночей. Нет сомнения в том, что более предпочтительно, более правильно и достоверно, что эта ночь перемещается и не является определенной неизменной ночью. И вероятнее всего, что эта ночь бывает в одной из нечетных ночей последних 10 ночей месяца Рамадан. Нечетные ночи – это 21-я, 23-я, 25-я, 27-я и 29-я ночи. Одна из этих ночей, вероятнее всего, может быть ночью предопределения. Также из тех ночей, когда может быть ночь предопределения, это последняя из ночей Рамадана. Это пришло у имама Ахмада, да помилует его Аллах. Со слов Муауи, да будь довольным Всевышний Аллах. Поэтому мусульманин не должен ограничивать свои дела только одной ночью или одним днем, но он должен всю жизнь трудиться ради Аллаха Святого и Великого. Ты был сотворен только для того, чтобы поклоняться Аллаху Святому и Великому. Как об этом сказал Всевышний Аллах, я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Поэтому, когда сказал Зир ибн Хубейш, воистину Убей клянется, что ночь предопределения – это 27-я ночь, Ибн Масруд сказал, тот, кто хочет застать ночь предопределения, пусть выстаивает в молитве весь год. Это великое стремление от Ибн Масуда, да будь доволен им Всевышний Аллах, который хочет от тебя, чтобы ты выстаивал в молитве в течение целого года. Нет сомнения в том, что если человек будет выстаивать ночную молитву на протяжении всего года, он также проведет в молитве и ночь предопределения. Однозначно и бесспорно. Также мы скажем, что тот, кто выстаивал в молитве последние 10 ночей Рамадана, он также выстаивал в молитве ночь предопределения и застал ее, по мнению большинства ученых. Потому что есть некоторые обладатели знания, которые считают, что ночь предопределения бывает в одну из 10 ночей посередине Рамадана. Однако это мнение слабое, и на него не обращает внимания, так как правильное мнение, что ночь предопределения бывает в одной из последних ночей Рамадана. И вероятнее всего, она одна из нечетных последних ночей Рамадана. А наиболее вероятная из всех нечетных ночей – 27-я ночь Рамадана. Это то, что связано с вопросом ночи предопределения.